доброе утро церковь еще раз рад быть вместе с вами на этом месте спасибо пастору алексею пусть бог благословит его путь сегодня погода такая и знаете ехать тоже когда много переездов тогда нужна защита и пусть ангелы божьи защищают на всем пути туда и обратно во имя иисуса христа мы благодарим тебя господь за это учение за апостольское помазание спасибо тебе господь мы славим тебя и благодарим тебя господь что ты ведешь церковь твою и врата ада не одолеют ее амин аллелуя амин хорошо быть в доме божьем скажи кому то хорошо быть в доме божьем амин где еще быть воскресный день и не только воскресный это так прекрасно что мы можем приходить в дом божий амин что у нас есть место на которое которое прийти где бог ожидает встречи аллелуя аллелуя по посчитай своего ближнего конечно еще не заснул не успел мы только что поклонялись господу прославляли но все равно да еще не успели заснуть я верю что не будем не будем спать пусть всякий сон уходит именно сейчас амин мы будем пребывать слове божием амин аллелуя потому что слово божие говорит о том чтобы мы поспешили к совершенству поспешим к совершенству амин и мы живем в мире который спешит который спешит на самом деле к совершенству знаете все совершенствуется амин все совершенствуется если мы посмотрим технологии технологии сегодня развиваются и как они быстро развиваются когда ты там пару месяцев назад зашел в магазин и посмотрел на телевизор ну да надо было бы такой купить заходишь через пару месяцев такого уже нету уже другой уже другие технологии уже усовершенствовалась там было столько пикселей сейчас еще столько картинка становится ярче четче лучше мир стремится к лучшему чтобы было совершенно все чтобы было совершенно да чтобы было все устроено чтобы было все прекрасным но я верю что конечно слава боже тоже говорит об этом что сыны века всего догадливее но я верю что у бога у бога мир не может придумать настолько он хочет сделать совершенным человека но только господь может сделать и он сделал совершенным потому что слову на самом деле господь говорит будьте совершенны будьте совершенны как господь совершенны мы совершенны в господи скажи я совершенны в господи амэн этот факт он состоялся мы пели только что и славили господа тем что он победил он совершил он все сделал амэн аллилуйя и поэтому он учил учеников говорил молитесь так чтобы царство божье пришло на земле да будет на земле царство божье и воля его да будет на земле как и на небе амэн я верю что бог хочет видеть свое царство воплощение царства божьего на этой земле и это он делает те через церковь амэн поэтому господь через слово божье через свое слово он побуждает нас к тому чтобы мы поспешили к совершенству знаете поспешить мне самому это слово такое поспешить да если есть быстрые люди да такие они во всем спешат они такие и ты смотришь и чувствуешь себя вообще черепахой да там знаете да этот анекдот такой да там в зоопарке с утра директор смотрит там черепах нету спрашивает у охранника что где они пропали то я просто хотел клетку открыть и там что-то убрать я открыл они как побежали понимаете есть быстро есть те которые не очень быстро все делать но слово оно господь говорит поспешите когда мы читаем евангелие знаете иисус бы пришел на землю и вот нам бы классно было бы он тут на земле с нами был бы но он служил три года он отдавал всего себя он спешил передавать все есть какой-то лимит есть какое-то мы живем есть время у нас впереди вечность но на земле время диктует события то что актуально сегодня ты можешь прийти через полгода и говорить о том что было актуально полгода назад и сегодня это будет уже не актуально это уже утратило свою актуальность и часто когда мы сегодня даже смотрим люди живут еще двадцати тридцати сорока летней давностью времени тем временами а время поменялось все изменилось и на самом деле тяжело меняться нужна для этого определенная среда чтобы меняться и чтобы меняться люди идут учиться да они идут учатся приобретают образование и тогда когда я учился у меня всегда был вопрос почему люди идут получают по два по три высших образования я не понимал этого вообще ну потому что я школу закончил и я вообще сказал я больше учиться не буду никогда до того времени пока пришел в церковь и начались семинары началась библейская школа и началось и на самом деле но это было другое ты ну получал знания которые меняли мышление которые преображали и у меня всегда был этот вопрос для чего человек идет и когда я шел учиться там были ну на то время мне было 35 наверное да и там были люди постарше я думаю у них одно образование второе зачем они идут еще учиться я спросил у одного человека говорю зачем ты пришел учиться зачем ты учишься и он говорит понимаешь вот все меняется а это юриспруденция да то есть все меняется законы меняются то есть то есть то есть что-то устаревает принимается новое и чтобы быть как говорится в теме чтобы быть в теме он говорит я иду учиться я прихожу сюда и я слышу новую информацию я получаю новые знания которые я потом иду и использую у себя на работе ну в своей сфере и мне открылось это вау это действительно это на самом деле делают люди чтобы развиваться чтобы расти и чтобы быть актуальными в определенное время в определенное время амэн и и поспешим к совершенству да евреям 6.1 посему оставив начатки учения Христова поспешим к совершенству и не ставим снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога посему оставив начатки учения поспешим к совершенству да я хотел сделать вот этот акцент на этом что на самом деле поспешить когда я помню свое время мне мой пастор говорила какие-то вещи меня это раздражало и говорит давай надо быстрее какие-то вещи быстрее делать и меня это ну так раздражало и знаете как легко впасть такой я такой человек я вот я вот такой и я не буду меняться я буду таким это обрекает нас на во-первых на остановку что мы останавливаемся в своем развитии во-вторых это обрекает на то что мы застрянем во времени и мы не поймем актуального сегодня то что Бог сегодня говорит об этом говорил Иисус я скажу сегодня о трех вещах Иисус говорил о том чтобы мы слышали о том чтобы мы видели и о том чтобы мы помнили об этом Иисус говорил вам нужно и представляете он это делал он это делал быстро он шел исцелял здесь исцелил все вставай бери постель иди да то есть нету времени ой давай там ну мы еще и хотя был ученик у Иисуса который возлежал на груди Иисус не сказал ой да тебе так нравится и я ради тебя останусь он говорит ради вас я пойду ради вас я пойду он спешил делать свое дело он спешил этот путь на этой земле я пойду чтобы упросить отца чтобы он послал вам духа своего святого духа святого которого приняв он вам расскажет все об отце он будет то что получит там он будет вам говорить амен и нам нам нужно поспешить знаете есть вещи которых не нужно спешить а есть вещи которых нужно спешить и сегодня мир он пытается быть спешить быть модным спешить принять законы которые нравились бы всем но как известно невозможно угодить всем невозможно всем сделать так чтобы всегда всем было хорошо но есть то что освобождают человека то что на самом деле делает счастливым человека вот это на самом деле нужно к этому поспешить а то что не нужно спешить менять то что работает то что является основанием основанием христианства сегодня многие начинают пересматривать свое проповедь евангелия начинают начинают убирать какие-то слова оттуда неудобные для кого-то и начинают спешить в этом но Господь призывает нас поспешите к совершенству и будьте совершенны как он совершен наше сравнение совершенства не с этим миром не с технологиями этого мира наше совершенство в нашем Господе амэн как он совершен так и вы будьте совершенны халлелуя халлелуя и есть какие-то определенные определенные причины того что удерживает нас и не позволяет нам двигаться в этом совершенстве в котором мы уже находимся мы находимся в этом мы совершенны в Иисусе Христе но нам нужно развиваться в этом нам нужно брать от Духа Святого принимать то что он будет говорить от Отца и Иисус он проводил время со своими учениками и были вещи которые Иисус на самом деле он показывал Царство Божье на этой земле Царство Божье и он говорил скажите ученикам что что вы видите и что вы слышите что больные исцеляются что хромые ходят что проклятие рушится расскажите что что вы видите что Царство Божье оно приблизилось Царство Божье оно приблизилось оно это не означало что Господь этим он хотел остановиться и все вот будьте в этом радуйтесь только этому он сказал вы видите что происходит да видим Царство Божье приблизилось когда Бог исцелил тебя Царство Божье приблизилось а что такое приблизилось оно приблизилось оно начинает только раскрываться мы говорим все это пик это вообще это Бог исцелил Бог дал мне денег Бог дал мне все и многие по уходили получили жену ушел получил деньги работу финансы ушел теперь работает в церковь нету времени ходить работа заполняет все да то есть просимое от Бога получив заполнило жизнь а Господь говорит Царство Божье приблизилось а ты не собираешься в него входить и раскрывать мое вообще вообще царство вообще это только начало я дал тебе знаете сложно объяснить людям когда они ну скажу так одержимы болью ведь боль это больно ну боль сама по себе это больно когда ты болеешь это больно подойди к больному человеку и объясни ему что то знаешь Царство Божье это он не слышит он болен его болезнь его боль она болит поэтому Иисус он шел он возлагал руки для чего чтобы потом это Царство Божье которое которое приблизилось к Нему оно начинало раскрываться в нем это только начало скажи начало есть начало амэн и часто когда мы думаем все это я познал Господа он целитель я познал Господа он помог мне финансами это только начало амэн но синдром толпы да требует только того чтобы дайте нам поесть дайте нам восполнить наши нужды это то что надо ну скажу так среднестатистическому человеку мне бы только счета заплатить мне бы и это заботит людей и это понятно когда ты хоп это это из эти заботы они перекрывают все они они не показывают Царство Божье но когда происходят какие-то вот эти чудеса это начало когда ты приближаешься к Царству Божьему чтобы Бог Иисус он ввел тебя и показал мое Царство ты только ты только в начале пути а то что ты еще увидишь то что глаз твой не видел и ухо не слышало как Господи я столько прошел это это что ты еще даже не знаешь что такое Царство Божье Аллилуйя Аллилуйя а те чудеса которые происходят мы на земле и вот эти вещи они они происходят чтобы мы увидели и разумели знаете не помню год назад или какой-то наверное год назад было это или как а не это было года 3-4 3 назад да знаете знаете как вот зима да счета за квартиры там и маме приходит моей маме приходит счет за квартиру и я смотрю она показывает 4 евро когда счета там по 200 300 да и она так получает счет 4 евро я потом начал смотреть там позвонил знаете 4 евро это же мало надо позвонить и разобраться почему так мало я позвонил ну как мы научим мне лишнего не надо да мне чужого не надо и чтобы потом там я лучше сразу да я позвонил они говорят не там все в порядке там что-то переплата какая-то вот ну понимаете иногда бог даже вот такие вот получилась какая-то переплата ну вы бы видели какая мама счастливая была когда она увидела что там 4 евро я тоже так радовался я думаю это вообще особенно когда там знаете там электричество там цена возрастает там за квартиру отопление было когда это все такое нагнетается да и она как вот такая ну боль ну внутри тебя как забота и ты так получаешь счет 4 евро У-у-у, у тебя аж прямо как, знаете, отлегло что-то, да, такое вау, круто, да. Конечно, можно разобраться в этом, можно понять, не это просто объяснить себе, а можно принять это. Халилюя, слава Господу, Бог доставил такой приятный миг, когда ты понимаешь, когда все возрастает, а Бог вот так вот, хопа. Ну, как-то переплата получилась, ты даже ее не понял, как она получилась, но она получилась, но ты счастлив от какого-то вот, ау, знаете, как глоток воздуха такого. И ты, для чего это происходит? Показать, Царство Божие, которое Бог хочет явить, оно приблизилось, оно приблизилось. Это начало, чтобы моя мама, чтобы она поверила, что в то время, когда, знаете, было, я там прихожу, мама тоже, она, ну, так, не любитель, там, так, плакаться, там, ну, знаете, там, оу, щита, там, высокие. Ну, видно, кто-то там, она с кем-то разговаривала, и люди разные, многие люди, они только об этом много говорят. Я смотрю, она тоже что-то начала так, а вообще, вообще, сколько там что-то там начало такое, ну, как бы, я говорю, мам, спокойно, ну, ты же, это же не твое, вот ты же не, ну. Но я вижу, что, знаете, иногда весь мир, когда заботится, тебе, может, стыдно даже становится, что тебя это не заботит. Ну, как бы, если понимаете, да, что сказать, вот, я на работе, например, получаю зарплату, я не смотрю эти листки, знаете, есть там, ну, листки, там есть, вот человек, он там смотрит, он проверяет эти листки, там, каждый месяц. Я никогда вообще, вот, никогда не проверял. И мне иногда даже как-то странно становится, может, а я думаю, а может, надо? Потом думаю, а зачем? Зачем? Были моменты, когда просто Дух, Дух Святой такой, хопа, ну, посмотри там, и в этот момент, ну, было что-то там, может, ну, какие-то моменты, да. Но сама суть, вот эти все вещи земные, это, когда Бог показывает свои чудеса, Он показывает и говорит о том, что Царство Божие, оно приблизилось. Чтобы мы начали, вот, поняли об этом. Ладно, не буду долго тут опять разговаривать. Я хочу просто сказать вот это. Так. Это. Так, где же это? Марка, Марка, так, Марка 6 глава, Марка 6 глава, о том, когда Иисус вот делал эти вещи, и как Он общался с учениками. Из этого видно, что Он что-то им хотел показать этим, да, показать, чтобы они увидели, чтобы они поняли, чтобы они начали видеть другие вещи совсем. Вот, и чтобы они возрастали, да. И это место, это о том, когда Господь насыщает пять тысяч человек и четыре тысячи человек, да, это Марка 6 глава, 6, 35. И как во времени прошло много, как времени прошло много, ученики Его, приступив к Нему, говорят, место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть. Он сказал им в ответ, вы дайте им есть. Понимаете, вот Господь, Он хочет, вы, да, вы, начинайте. Мы часто, возложи руки на больных. А, нет, давай тот. Вот, Иисус говорит, вы дайте им есть, да. Он сказал им, вы дайте, и сказал, и сказали ему, разве нам пойти купить хлебов? То есть, да, Он им одно говорит, они в своей теме, они не понимают. То есть, кто кого должен понимать? Вот давайте подумаем, кто кого должен понимать? Вот Господь пришел и рассказывает им, и показывает, и разговаривает с ними. И здесь Он говорит, вы дайте им есть. И они говорят, разве нам пойти купить хлебов, динариев на 200, и дать им есть? Но Он спросил их. Иисус понял, что они не в теме, что они в какой-то другой теме. И, Он им говорит, вы давайте, делайте, делайте чудеса, являйте Царство Божие, показывайте. То есть, я вас учу этому, да. А они говорят, а нам, может, хлеба пойти купить, чтобы накормить? Так это ж сколько надо? Это же, я думаю, что когда пастор Алексей сказал, давайте мероприятие, то есть, на улице проведем, да. Подождите, пастор, потому что минус 10. А как это вообще? Да, то есть, и кто-то начал думать сразу об обогревателях, наверное, там. Это ж нам надо, сколько обогревателей купить? Это ж надо, что нам? А Он говорит о другом. Нам нужно быть в теме. Ну, по крайней мере, стараться, ловить, да. Что? Что это подразумевает? Что, Иисус, о чем ты говоришь? Часто Господь нам говорит, и мы не понимаем эти вещи еще. Господь, а ты открой, покажи Дух Святой, раскрой. Он сказал, придет Дух Божий, который будет говорить вам то, что услышит у Отца. То, что услышит отца. Нам нужно дружить с Духом Святым. Духом Святым, который будет открывать нам то, что Отец хочет сказать. То, что Он говорит через пророков Своих. Чтобы нам это открывалось. Аллелуя! Он сказал в ответ, вы дайте, да, хлеба. Но Он спросил их, сколько у нас хлебов? Пойдите, посмотрите. Они, узнав, сказали, пять хлебов и две рыбы. Тогда повелел им разделить всех отделениями на зеленой траве. И сели на зеленой траве. Да, на зеленой траве. А мы были на белом снеге. Но ведь круто было, правда? Скажите, слава Господу! Давайте воздадим славу Богу! Амин! Знаете, вот едем. Вот вчера мы ехали там мимо, ну как на Вантовый мост. И там какое-то место, не знаю, там как базарчик или что там. И думаю, кругом просто, кругом. У нас в Огро там вот недавно этот был, на всю улицу там, да, стоят продукты. Они целый день там. Стоят на морозе, продают, да. И часто какие-то вещи для нас, они кажутся, хотя даже весь мир это делает, ну, не видят в этом. И для нас кажется, вау, как это? Как это? Как это мы сделаем, да? Но потом, когда мы это сделали, вау, круто, классно. Такое содружество, такое общение, такое хорошее время, благословенное. И духовный хлеб, и физически пообщались, и питание, вообще, круто. Давайте воздадим славу Господу за эти свежие идеи. Амин. Аллелуя. И сели рядами по сто и пятьдесят. Он взял пять хлебов и две рыбы. Возрев на небо, благословил и преломил хлебы. И дал ученикам своим, чтобы они разделили им. И две рыбы разделил на всех. И ели все и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать, полных коробов. Было же, евших хлебы, около пяти тысяч мужей. Аллелуя. В общем, Господь сотворил чудеса. А ученики это видели. Мы видим, вау, чудеса происходят. Все классно. Но дальше. Дальше пятьдесят. Пятьдесятый. Да, пятьдесят первый. И вошли к нему в лодку, и ветер утих, и они чрезвычайно изумились себе и дивились. Ибо не вразумились чудом над хлебами. Ибо не вразумились чудом над хлебами. Потому что сердце их было окаменено. Моя молитва сегодня, чтобы Бог, наше сердце, забери каменные сердца. Мы часто думаем, вот в этом проблема, в том проблема или еще в чем-то. Я такой, вот такой человек, так понимаю или так не понимаю. А Иисус говорил о грубости сердца. Он говорил, ваше сердце не слышит. Вы не в теме, потому что сердце ваше огрубело. Он показывал им чудеса, для того, чтобы они начинали стартовать. Для того, чтобы они, они, вот он написал, они как бы изумились, да. И вот часто такое изумление даже, оно показало это, ну, что ибо не вразумились чудом над хлебами. Ну, то есть, что-то через это должно было произойти в жизни этих учеников. Господь, по крайней мере, хотел, чтобы что-то произошло. Но по причине того, что их сердце, оно не было способно понять, услышать это, увидеть, да, они в этом моменте не поняли. И следующий момент, это Марка, восьмая глава, да, там насыщение над четырем, четыре тысячи, да, четыре тысячи. Да, то есть, так же самое, это восемь, восьмая глава, да. И спросил их, сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбы. Благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков семь корзин. Евших же было около четырех тысяч, и отпустил их. Иисус, разумев, говорит им, что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите. Имея уши, не слышите. И не помните, когда я пять хлебов преломил для пяти тысяч человек, сколько полных коробов набрали вы кусков? Говорят ему, двенадцать. А когда семь для четырех тысяч? Сколько корзин набрали вы оставшихся кусков? Сказали, семь. И сказал им, как же не разумеете? То есть, Иисус, Он хочет, чтобы мы разумели то, что Он делает. То, что Он делает. И здесь вот, имея очи, не видите. Имея уши, не слышите. И не помните. То есть, видеть, слышать и помнить. Скажи кому-то. Видеть, слышать и помнить. Знаете, когда была конференция, и мы смотрели, да, что помни весь путь, которым вел тебя Господь. Да, всю историю, да, как рождалась церковь. Как совершался этот путь. И это важно. Важно помнить, как вел тебя Господь. Наше христианство, оно не началось сегодня. Оно, возможно, началось у кого-то 30 лет назад, у кого-то 20, у кого-то 10. Какого-то год назад. И в нашей жизни были люди, которые попадались на нашем пути, которых Бог направлял в нашу жизнь. И слава Богу за каждого человека. Я благодарю Бога за каждого человека, который каким-то образом участвовал в моей жизни. И что Бог сегодня довел нас до этого дня, меня сегодня довел до этого дня. Тебя довел сегодня до этого дня, что ты сегодня здесь, что ты в Доме Божьем, что ты слушаешь Слово, которое меняет твое мышление. И слава Богу. То есть, важно, Иисус здесь говорит, помнили. Понимаете, можно часто забывать. То, вот Иисус там сотворил чудо, и пришло новое, и как будто вообще ничего не было. И Иисус опять берет, говорит, идите, раздайте, да? И уже по-другому происходит. Да, то есть, начинает что-то меняться. Они, ну, то есть, Бог, Он посылает, Он подготавливает учеников, Он подготавливает, чтобы они стали теми, которые будут проповедовать Евангелие. Которые будут проповедовать Евангелие и являть Евангелие Царства на эту землю. Аминь. Аллелуя. Аллелуя. И поэтому, на самом деле, когда мы думаем, что у нас много времени, у нас нету много времени. Нам нужно поспешить. Поспешить. И для того, чтобы мы возрастали, Господь, Он позаботился об этом. Скажи, Господь позаботился? Господь позаботился о том, и написано, Он поставил, да? Он поставил служителей. Ефесянам 4 глава. Я на самом деле говорю о том, что Бог нам дал. Кто-то говорит сегодня, церковь не важна, учения там. Сегодня множество учений. Разных направлений. Но я хочу говорить о том, что Господь, Он дал церкви то, чтобы мы возрастали в совершенство. Мы не просто будем совершенны, потому что вот я себе так придумал, я буду совершен. Но как Иисус, Он учил своих учеников, чтобы их мышление, оно менялось. Чтобы они начали видеть, что происходит. Чтобы они начали слышать. Чтобы они помнили. Так же и сегодня Господь через Духа Святого, Духом Святым, Он хочет открыть нам, чтобы мы слышали, видели и помнили. Амин. Чтобы мы помнили и не забывали то, что Бог совершает. Амин. Если Бог вчера и сегодня и вовеки тот же. Амин. Халлелуя. Халлелуя. Воздая славу Господу. Он тот же. Амин. Ефесянам 4 глава. Не шедший, он же есть с 10 стиха. Не шедший, он же есть и вошедший, превыше всех небес, дабы наполнить все. И он поставил. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы мы не были более младенцами колеблющимся и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос. Халлелуя! Халлелуя! Воздай славу Господу за каждого человека, который присутствовал в Твоей жизни. Амэн! Господь, и написано, что Он поставил, мы часто воспринимаем и, знаете, нету совершенной церкви на земле, нету, а кто знает, что вот Он правду говорит, а кто знает вот это. Слушай, если ты не будешь знать, ты и должен знать. Как и ученики, Иисус говорит, вы еще не понимаете, но это не проблема Иисуса, это его, это моя проблема. Это твоя проблема, если ты не понимаешь. И что нам делать? Конечно, у нас нету тупика. Ты скажешь, пастор, чего ты? Это моя проблема? Ну да, вся проблема во мне. Не надо на себя ярлыки вешать. Твое решение в Иисусе Христе. Вас зови, и Он ответит. Захоти, захоти узнать. Амин. А, я не понимаю, все, я пошел там или еще что-то. Но Господь позаботился о том, чтобы свою церковь Он ввести в этом совершенстве, поднимать людей в церкви на дело служения, приготовить. Нам часто кажется, чего еще пастор должен сделать, что он еще должен станцевать для нас, какие песни спеть. А написано, он должен приготовить церковь, приготавливать. То, что он делает? Приготавливает церковь, чтобы церковь, она не то, что, о, там, пастор любит, не любит. Здесь не об этом речь идет. Любит, не любит. Жена, муж тебя будет любить. Пускай любит там. Господь тебя любит. А нам надо делом заниматься. Амин. Халлелуя. Воздай славу Господу. Любит тебя Господь тогда, когда написано, Он возлюбил и отдал Сына Своего одинородного, и любовь Божия излилась в ваши сердца. Все. Излилась. Скажи, излилась. Излилась. Я не чувствую. Принимай верой. Мы движимы верой. Она излилась, я тебе сегодня говорю. Амин. Мне не хватает. Мне надо любви. Мне это. Мне пастор. Пастор, Он приготовит тебя. Господь поставил пасторов, апостола, пасторов, служителей, так назовем, к совершению святых. Амин. Чтобы приготовить святых, ты святой. Повернись кому-то, скажи, святой. Амин. Если ты святой, значит, приготовить. Амин. Не просто играть, люблю, не люблю, а приготавливать на святых на дело служения. Халлелуя. Халлелуя. Чтобы Церковь Божия, это не было клуб просто по интересам, или еще думать, чем новым заняться, но приготавливать, я думаю, то, что учение, которое Бог дает Церкви, через апостола, это учение приготавливает нас к служению, чтобы мы, часто нам хочется оставаться там, чтобы Господь, думаете, ученики хотели, чтобы Он уходил? Я не знаю, если вы когда-нибудь вкусили, вот как классно, когда ты рядом имеешь вот человека, который, у тебя тупик, он тебе хопа, когда он говорит, у тебя как елей на стене, вот елей просто. И ты понимаешь, когда ты теряешь такого человека, вот если бывало такое ощущение, то это как будто ты что-то реально важное теряешь. Ты важное что-то теряешь. Но, представляете, ученики, когда они были с Иисусом, они чувствовали себя, как за каменной стеной. они чувствовали себя, вот это же Иисус. Он просто, Он шел, у Него авторитет, у Него власть. Они шли, они это видели, они это понимали, они это чувствовали, они это осознавали. Но что? Он говорит, я уйду, они этого слышать не хотели. Я уйду, и о чем ты говоришь вообще? О возможности, что мы без тебя будем ходить? Да, Он говорит, но вы одни не останетесь. А как это? А вот Дух Святой придет, и вы не будете одни, а Дух Божий будет в каждом из вас. Амин! И Он будет учить вас, Он будет открывать вам то, что Бог будет говорить. Потому что у Него будет брать. нам так часто хочется. Это такое, я понимаю, такое теплое, такое хорошее состояние, такое стабильное, уверенное такое. Но приготовить. И когда не хочется в этом спешить, знаете, снег выпал, а на улицу выходить, дождь, сейчас слякоть начнется. кто-то с утра встает и в церковь еще идти, знаете, или там что-то, да, много обстоятельств, которые, они тормозят это все. Они тормозят. Да? Но когда когда в нашем сердце горит Божий огонь, ничто не будет пытаться тормозить тебя, но не остановит тебя. когда в сердце горит огонь. Когда ученики встретили Иисуса, он говорит, не горело ли у вас сердце? Ну, они, не горело ли нас, когда он говорил? Почему они поняли, что это Иисус? Когда они встретили, когда он уже воскресший, у них сердце горело, у них сердце огонь. Понимаете, это не означает, что мы рождены свыше, и на нас не будет наваливаться теплое состояние, нас не будет цеплять какие-то эти моменты, но Иисус побуждает нас поспешить, поспешить, не быть теплым, поспешить, вырваться из этого. Говорит, новое, вы новое творение, аминь, а новое, оно хочет познавать новое. Я не хочу, я буду телевизор смотреть, через линзовое стекло, как 300 лет назад, я не принимаю этого. И часто многие, и потом хопа, ты поставил, слушай, действительно лучше. У мамы, у мамы был такой старенький телевизор, она говорит, ну, да мне нормальный, мне не надо, не надо новый, смотрю, вроде нормально показывает. Потом, когда принесли новый, поставили рядом со старым, она такая, не надо мне старый. А так, понимаете, можем держаться, да, что вот это, это старое, оно, оно же, оно такое родное, оно, с этим связана наша жизнь, с этим связаны наши события какие-то определенные. А Господь говорит, я хочу поднимать тебя в совершенстве, я хочу развивать себя, и поэтому я поставил, я поставил апостолов, я поставил пророков, аллелуя, аллелуя, к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова. Аллелуя, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего. На самом деле, эти люди, которые Бог поставил, они трудятся, чтобы мы пришли в совершенство веры, чтобы мы пришли в полный возраст Христовый. ты хочешь прийти в полный возраст Христовый. Молись Господу, пускай Господь сотворит сердце чистое. Вы знаете, мы можем говорить, сегодня, да, сегодня река десятин, и с финансами эта тема также связана, когда мы просим у Бога, и кажется, Бог восполнил какие-то нужды в моей жизни, и кажется, это уже мне, мне это хватает. Но Господь говорит, я хочу вести тебя дальше. Я хочу, чтобы ты стал спонсором каких-то моих программ. Мы даже подумать об этом нам сложно. Но знаете, чтобы дойти туда, чтобы прийти к этому, да, своими силами это невозможно. Своими силами это невозможно. Амин. И я верю, что Бог, Он хочет спасать мудрых в этом мире. Но Слово Божие говорит, не мудрое миро Бог избрал, чтобы посрамить мудрое. И когда я это прочитал, там, еще место, и я увидел в этом, что это не говорит о том, что Бог не хочет мудрое спасать. Бог, Он хочет спасать мудрых людей. Но когда Он приходит к мудрым, не все мудрые принимают, потому что у них куча знаний. Но что я хочу этим сказать, когда мы уже время в церкви, и у нас много знаний, но эти знания они нереализованы иногда. Они нереализованы. Эти знания, они надмивают. А если я на себя могу сказать, ну, про себя могу сказать, это было не мудрое в этом мире. Мне папа говорил, иди учиться, я не пошел. Мне говорили, не делай так, я делаю по-другому. Да, то есть, это не было мудро. Но Бог пришел и взял, хотя даже я поступал не мудро, но это не значит, что сегодня я могу жить и так же само поступать не мудро. Бог меня спас, чтобы научить мудрость, чтобы мудрость была, чтобы дать мне мудрость, помазание, чтобы я мог делать то, для чего Он меня призвал. Аминь, халллюя. И когда мы идем в послушании Господу, Бог все совершает. А в послушании это что? Иногда кажется, мне этот не нравится, тот не нравится, но и дьявол он заинтересован, чтобы церковь, она разделялась, чтобы мы становимся мудрыми, такими мудрыми и кажется мы мудрее родителей. Но знаешь, помни весь путь, которым вел тебя Господь. Твои родители, они всегда останутся твоими родителями, даже если тебе 70, а им 90, они будут твоими родителями. И это важно помнить. Это в духовном плане это удерживает нас на плаву. Когда мы приходим и когда Бог нас спасает, мы принимаем все, там, то, это, да, да, я все, я принимаю, и там пастор, лидер, все, а потом мы становимся мудрыми. Этот не такой, тот не такой. А где такие, скажите? Где такие? Вот сколько здесь есть? Просто скажи спасибо, благодари Бога, что вот сколько здесь есть? Вот здесь есть пастор, который неустанно просто два раза в неделю трудится, трудится, ну, в смысле, два раза, каждый день трудится, но трудится, чтобы вот это есть, понимаешь? нету другого того, которое ты можешь нырнуть в интернет и там и такого проповедника, и такого проповедника, и того послушать, а тот то сказал, а тот это сказал. Не, я не говорю, что я тоже кого-то послушаю иногда, но стараюсь много не распыляться в этом, потому что направления их много, но важно пребывать в том учении, в котором ты научен, и в этом развиваться, амэн, а это во-первых принимать, это во-первых понимать, да, это для того я в церкви, для того, чтобы развиваться, чтобы расти, не для того, чтобы только вот исцелиться, освободиться, но это только успокаивает мою боль, чтобы дальше я мог видеть, разуметь, понять, Господь, а что дальше? Что ты хочешь делать в моей жизни? Я хочу идти за тобой, я хочу, веди меня, Господь, веди. Разве Бог не показал тебе 10 лет назад, когда Он исцелил тебя? Разве Бог не показал, как Он совершал финансовые чудеса в твоей жизни? А ты еще не разумеешь и не понимаешь, что это только нужно тебе? Он показал это, но говорит, иди дальше, иди дальше, это все Он совершает в твоей жизни. Амин, халлелуя, но Бог хочет, иди дальше, Он хочет приготовить тебя на дело служения, чтобы ты стал служителем, чтобы ты стал тем, который идет, проповедует Евангелие, возлагает руки на больных, прогоняет бесов, чтобы ты это делал, амин, халлелуя, не просто знания, ради знаний мы это имеем, а что дальше? Что дальше с этими знаниями? Когда в институте я спросил этого человека, он говорит, я иду и применяю эти знания, для этого я иду и учусь. Амин, халлелуя, вот для чего нам приобретать знания, для того, чтобы идти и учиться, идти и реализовывать эти знания. Здесь мы приготовливаемся, скажи, приготовливаемся, амин, и нам надо поспешить, поспешить к тому, чтобы, потому что нету времени много, сегодня кто-то сидит и думает, я начну служить молодежи, я призван молодежным, и прошло 10 лет, и 15, и у тебя уже борода, и ты понимаешь, а сегодня уже поздно, все, время прошло, мы додумали, вся жизнь впереди, и на самом деле, это может быть даже печально, потому что то, пока мы сидим и думаем, время на земле ограничено, амин, ограничено время на земле, вечности, вечности, это другое, но ты сегодня на земле, и время сегодня, если Бог тебя призывает, Бог призывает, давай, начинай служить молодежи, начинай это делать, пройдет 5 лет, и может быть уже вообще-то, а потом уже время пробежало, поэтому мы приготавливаемся на дело служения, чтобы исполнять то, к чему Бог нас призвал, исполнять волю Божью. Для чего это происходит? Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, и увлекающимися всяким ветром учения, младенцами всякие колебания, и увлекающиеся ветром учения. как популярно, что-то там подули какие-то ветра, и все, народ поплыл туда. Это о чем говорит? То, что все еще тебе надо хлеба и зрелища, тебе все еще надо, чтобы тебя кто-то покормил, тебе кто-то это тоже, ну, как сказать, плохо-неплохо, но Павел об этом говорит, что я пришел с вами, как говорить, как с духовными, но не могу, потому что младенчество, оно тяжело. Младенчество здесь говорится тогда, когда тебе нужно, чтобы залатали твои раны, чтобы тебе помогли. Но знаешь, когда ты на сражении находишься, то мы можем получать эти раны, но вот как для меня, например, это понятно так, тебе попало, тебя ранило, ты пошел, исцелился, и пошел обратно и идешь. Ты не живешь с этой, вот с этой вот, я, знаете, вот мне вот там так, и всем как будто вот это рассказываешь, и вот как вот это, все, ты хочешь исцелиться? Иисус спрашивал, чего ты хочешь? Чего ты хочешь? И ты хочешь исцелиться? Да, хочу. А другой говорит, а я не знаю, а мне и так хорошо. А что хорошо? То состояние, что меня все жалеют, что вокруг меня все как бабочки порхают. Мне это нравится, мне это состояние. Вы знаете, все из нашего сердца. Сердце. Проверяйте сердце перед Богом. Неправильно или неправильно. просто проверяйте, потому что все равно человеком это невозможно, но возможно Господу. В Царство Божье войти, человеком это невозможно, но не Господу. Господу все возможно. Если Господь начал дело, Он совершит его до конца. Поспеши, поспеши идти за Иисусом, поспеши идти за тем, что сегодня Бог говорит церквям. Сегодня Он говорит. Если Бог сегодня говорит через пророков спасение спасенных, кто-то говорит, не там, то, это, каждый слышит свое, поспеши услышать это, что спасение это важно для спасенного человека. Для не спасенного оно не так важно, как для спасенного. когда ты спасен и потерять спасение. Поэтому если какое-то замешательство, непонимание, поспеши к тому, поспеши, чтобы утвердиться в спасении, чтобы возрастать во спасении, чтобы не быть колеблющимся, чтобы не быть младенцем, который сегодня там сказали побежал туда, завтра там сказали туда побежал, да, а потом вернулся сюда, нет, все-таки здесь лучше. Потом опять по 10 раз вернулся и так далее, и вот это все вот такое, да, то есть, но истинную любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, Аминь. Ты знаешь, как любовь, она проходит через точило, да, вот точило, это, то есть, вино, когда сок выдавливают, есть точило, которое, ну, как бы этот виноград мнет и вытекает сок, да, то есть, есть точило, без вот этих притирок, так скажем, некоторые боятся этого, потому что такие нежные, боятся, чтобы затронуть, или там все должно быть так, откуда ты знаешь, как должно быть? Говорится, вот как должно быть, а то, что мы себе придумаем, все истинной любовью возвращали в того, который есть Христос. Амэн. Все возвращали к Господу, все приходило к Господу. Амэн. Понимаете, все, что ты получаешь, получил, молился о работе, да, то есть, получил работу, важно, чтобы ты возвращал к Христу. Я не знаю, как ты чувствуешь себя, ты молился, получил, ушел, не поблагодарил Господа, ушел, я сам, я это сам. Кого ты хочешь обмануть? Что ты сам? Что сам? И сколько бизнесменов было, которые молились Господу, Бог дал бизнес, дал деньги. Я верю, что это для того, чтобы эти бизнесмены, они служили своими финансами, чтобы они не пускали эти финансы на Божьи проекты. Амэн! Как написано, возвращали в того, который есть глава, Христос, Христос, амэн! Но вначале любовью, а что такое любовью? Это пройдет горнила. Как ты возвращаешь того, что Господь, спасибо тебе, но все-таки спасибо тебе за жену, которую ты мне дал. Ты пройдешь горнила. Амэн! Потом ты возрастешь все к Господу и скажешь, ну, Господи, спасибо тебе все-таки за мужа, за жену, которую ты мне дал. Амэн! Халлелуя! Когда мы читаем слово любовь, и кажется, любовь, она как-то, она пройдет горнила, чтобы ты понял, что это вот, потому что это дорого. Это дорого! Амэн! Иисус возлюбил церковь, это дорого, Он заплатил цену, это не дешевая какая-то подделка, это дорого! Амэн! Ты дорог Господу, каждый спасенный, каждый, кто сегодня заблудился, Он дорог Господу! Амэн! И здесь не жалость, а здесь ревность во имя Иисуса, Божья ревность! Амэн! Во имя Иисуса Христа! Пусть всякая ложь дьявольская рухнет в сознании людей, которые обмануты, которые уведены просто. И вот эта любовь, она проходит горнила, и тогда она является... Вы скажите, что сегодня мы церковь любим намного больше, чем 30 лет назад. Тогда нас держала такая первая любовь, и мы к ней все время спешим, мы хотим к первой любви, а вот ничего подобного. Когда мы прошли, понимаем, что мы прошли, вот это есть горнила, и ты понимаешь, что, как пастор Ольга говорила там, вот тебе дьявол, не отдам тебе ничего, все, что Бог мне дал, убирайся вон, сатана, амэн, амэн. Поэтому, когда это, нам не надо возвращения куда-то, то, через чего Бог тебя провел, когда ты с мужем, с женой проходишь это, проходишь, и ты понимаешь, и через горнила, и через чего только не прошли, и вы вместе. И скажите, это, это вот внутри такое приятное, такое сильное ощущение, когда ты реально, ты понимаешь, ты победитель. Ты не просто, но ты вот победил какие-то ситуации, ты, ну не знаю, мне это прямо вот, я понимаю, что, когда мы выстояли во время пандемии, я понимаю, что это, это было горнило, это было горнило, но это показывает, любишь ты, или на самом деле, или ты просто играешь в любовь, меня любят, не любят, но ты прошел это, и потом, ты говоришь, что дьявол, я такое прошел, не отдам тебе ничего подобного, а теперь тем более, во имя Иисуса Христа, я буду, я буду сражаться, амин, и отвоевывать каждую территорию, амин, и даже если мы сегодня видим какие-то моменты, мы идем, там, там, собираются там подписи, еще что-то, и ты видишь, где-то сработало, где-то не сработало, но, слушайте, мы так много молились за Латвию, мы так много провозглашали, что Латвия будет цитаделью христианской культуры, и духовного возрождения в европейском пространстве, амин, и теперь оступать назад, и теперь сказать, да, что-то не получилось, даже если человеку невозможно, и мы видим, как это не работает, подписи не работают, это не работает, ты понимаешь, а что работает, Бог, Бог действует, аллилуйя, амин, и Бог действует, Он сегодня, Он вчера, сегодня, и вовеки тот же, амин, есть надежда у тебя и у меня, есть надежда у Латвии, аллилуйя, Бог не изменился, амин, и пока есть говорящие, пока есть провозглашающие, пока есть те, которым неравнодушно, Богу, уж поверьте, не все равно, амин, и даже если человек, он слаб и ничего уже не действует, Бог, Он силен, наш Бог силен, амин, аллилуйя, сделать все то, что Он сказал, но для этого мы проходим, любовь, это горнило, чтобы сказать, не человеку воздать славу, слава тому политику, слава этому политику, слава тому, слава Господу, чтобы это очевидно было, что вся слава Иисусу Христу, вся слава нашему Господу, аллилуйя, поэтому церковь не будем бояться, не будем бояться проходить, когда ты понимаешь, что это горнило, через которое проводит Бог, что проходя это, будет воздана вся слава Господу, аллилуйя, бессилие человеческое, но сила Божья въявится в немощи и бессилии человеческом, амин, аллилуйя, поэтому не присваивай себе ничего, как Иисус говорил ученикам, видь, слышь и помни, помни, что это не ты сам, но Господь. Я сегодня говорю, пускай те, которым Бог отвечал, пусть они вспомнят, что это не их заслуги, но пусть они придут воздать славу Господу, пускай они придут воздать тот, который достоин, чтобы, как написано, чтобы истинной любовью возвращали все тому, который есть глава Иисус Христос. Аллилуйя, все им и для Него. Амин. Наши финансы это для Него. Амин. Я не знаю, как кто, но когда я покаялся, пришел в церковь и я понимаю, что кто-то говорит, о, вы там особенно что-то, вы там чего особенно. И когда Бог открыл мне о десятине, да, я начал отделять десятину и я видел в жизни своей благословения. Вы знаете, можно заботиться о многих вещах, но тогда, когда ты отделяешь и ты, ну, Слово Божие говорит, не обкрадывайте Бога. Знаете, что такое старое? Это есть воровство. Воровство это старая природа, это ветхая. Это где-то сэкономить, ну, как будто сэкономить, но украсть, за это же кто-то заплатил. За это кто-то заплатил. И когда мы говорим, что я принадлежу себе, мои деньги себе, за меня заплачено. Написано, он заплатил за меня дорогую цену. За меня заплачено. Амин. Если за меня заплачено, это не мое. Я не себе принадлежу. Я принадлежу моему Господу. и я отдаю ему то, что принадлежит моему Господу. Он не говорит нам, отдай мне 50 процентов и 50 будет твоих. Даже в свое время бандитские круги взяли за основу десятину и брали с дань, ну, со всяких там, в 90-е 10 процентов от выручки. Присвоили. Дьявол все присваивает. У него ничего своего нету. Он ничего своего придумать не может. Как подсовывать всякие подделки людям. Но все люди хотят процветать. Все люди хотят, чтобы у них было финансовое обеспечение. Я верю, что наше финансовое обеспечение это в послушании Господу. Амин. Когда мы послушны нашему Господу. Амин. Когда Он говорит, отдели все от своих приношений, отдели десятую часть и принеси в дом хранилище, чтобы в доме моем была пища. Амин. Халлелуя. Бог заботится о том, чтобы в Его доме была пища. Ну, одним словом говоря, пища. Это все. Чтобы все было устроено. Чтобы не было ущерба. Чтобы был и звук, чтобы было тепло, чтобы было все устроено. Амин. Халлелуя. И когда мы заботимся об устроении Дома Божьего, Бог начинает заботиться о устроении нашего дома. Амин. Халлелуя. Если ты позаботишься об устроении Дома Божьего, Бог позаботится о твоем доме. Амин. Халлелуя. И это на самом деле это тоже многие хотят вырваться из нищеты, из долгов, из такого недостатка финансов, но может не хотят принимать вот эту истину о десятине и начинать отделять десятую часть от своих доходов. То есть это приносит благословение в нашу жизнь. И на самом деле это опять же надо поспешить вырваться. Или ты хочешь жить в долгах, или ты хочешь вырваться из этих долгов. Если хочешь вырваться, тогда поспеши вырываться из этого. Поспеши в совершенство. Поспеши выходить и Господь разговаривай с Богом, молись Богу, проверяй свое сердце перед Богом. Амин! Халлелуя! Потому что Господь Он не изменяется. Он тоже сказал, значит, так и будет. Халлелуя! 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 Ибо за нас заплачена дорогая цена. Халлелуя! И давайте возьмем наше пожертвование, нашей десятины. Халлелуя! Халлелуя! И давайте помолимся о том, как мы говорили о сердце, о сердце, что сердце, когда оно грубеет, это может стать препятствием к тому, чтобы мы возрастали. Он становится черствовым. оно не хочет жертвовать, оно не хочет молиться, начинает то есть голова работать, да, всякие мысли начинают приходить. но Бог говорит в сердце, Он не говорит в наш разум, Он говорит в сердце. И моя молитва о том, чтобы наше сердце, оно стало плотяным, как Слово Божие говорит Господь, молитва, забери каменное сердце и дай нам сердце плотяное. Сердце, которое способно, способно любить, способно прощать, способно принимать от Бога и делать то, когда Он просит. Знаете, на самом деле не пастор виноват, когда Он просит и говорит, призывает к прожертвованию, Он говорит истину Божью. Но наше сердце, как реагирует на это? Когда мое сердце, оно открыто перед Богом, а Господь, когда Бог прикоснулся, я говорю, Господь, я все для Тебя сделаю, все. Но мы приезжаем домой, и как будто что-то меняется, и говорим, я погорячился, наверное, но ты не погорячился. Бог открывает наши сердца, чтобы туда входило то, что Бог хочет нам сказать. Поэтому, чтобы туда входила истина, которая преображает, истина, а не просто какие-то умозаключения. Аллалюя, драгоценный Господь, я благодарю Тебя за каждого на этом месте, спасибо Тебе, Господь, что Ты довел нас до этого дня, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя за каждого человека, которого Ты посылал мою жизнь до сегодняшнего дня, Господь, что Ты учил, наставлял, направлял, Господь, спасибо Тебе, Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе, Господь, за все учение, которое Ты дал церкви, новое поколение, Господь, за каждый год, за каждый год и каждый день, Господь, который Ты творишь новое, и Ты ведешь нас в совершенство во имя Иисуса, как Ты совершен, так и пусть мы будем совершенны, как Слово говорит, будьте совершенны, во имя Иисуса Христа. Аллелуя, Аллелуя, Господь, пусть наши сердца будут открыты для Тебя, Забери каменное сердце и дай нам сердце плотяное, забери черствия сердца, Господь, пусть наши сердца будут открыты для Тебя, Господь, сердце чистое сотвори во мне и дух правый обнови внутри, Господь, чтобы мы могли принимать все, что Ты говоришь, Господь, даже когда это не вкладывается в нашем сознании, в нашем понимании, но это есть, является Твоей истиной, пусть наше сердце будет открыто во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, чтобы нам возрастать во спасение, во имя Иисуса, чтобы нам видеть Царство Божие, ибо чистые сердцем Бога узрят. Аллелуя, Аллелуя, слава, слава Тебе, Господь. Аллелуя. Молись бы. Человекам это невозможно, но не Господу. Бог меняет сердца. Бог меняет сердца. Тебе, ara массовите города мосты. Бог меняет сердце. Веди нас на глубину, Господь. Веди нас дальше. В откровениях вечности. Веди, Господь. Веди нас в откровениях Царства Божьего. Во имя Иисуса Христа. Чтобы мы не остановились на полпути. Чтобы мы не остановились перед обитованной землей. Но чтобы мы вошли в полный возраст, в меру Христова. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Во имя иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Пусть их сердца смягчатся для Тебя, Господь, чтобы они начали слышать, чтобы они начали видеть, чтобы они начали вспоминать весь путь, которым Ты вел, Господь. Весь путь, которым Ты вел, во имя Иисуса, и с благодарностью растираться вперед, стремиться к совершенству, поспешить к совершенству, во имя Иисуса Христа. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подними Господу И поблагодари Бога Поблагодари Его И не забывай Не забывай все Через Как вел тебя Господь До сего дня И с благодарностью смотри Вперед С благодарностью простирайся Вперед С благодарностью поспеши к совершенству Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Чтобы Царство Божие Явилось на этой земле Являлось все больше и больше Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Чтобы воля Божия Происходила на этой земле Не моя воля Не воля Не воля Твоя Но воля Божия Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Слава Тебе Господь Аллилуйя 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 Можете жертвовать Аллилуйя Слава Тебе Драгоценный Господь Аллилуйя Аллилуйя Спасибо Тебе Аллилуйя Аллилуйя Я могу побеждать Во имя Иисуса Христа Аллилуйя Я благодарю Тебя Господь Я благодарю Тебя Это моя благодарность Тебе Господь Я жертвую верой С верой С верой С верой С верой То, что Ты можешь Несравненно больше То, о чем мы думаем И о чем мы помышляем Аллилуйя 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 Слава Тебе Господь Аллилуйя 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 С верой Царство Божье Аллилуйя 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 Слава Тебе Господь Я благодарю Тебя За все финансы За пожертвования За десятины Господь Благослови каждого Кто принял решение Отделять Десятую часть От всех своих финансов Всех своих доходов Благослови это решение Во имя Иисуса И утверди Господь Все, что Ты Соделал для них Во имя Иисуса Христа Яви Славу Свою В жизни Этих людей Господь Каждого человека Во имя Иисуса Пусть кто-то Пусть кто-то Пусть кто-то Становится Спонсором Твоих программ Господь Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Пусть кто-то 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 давно не решался Разве я могу быть им? Разве я могу Что-то больше Не Ты, а Бог Тот, который являл В Твоей жизни Эти чудеса уходишь чтобы ты шел дальше чтобы ты шел дальше во имя иисуса не боясь не страшась зла во имя иисуса но участвуя в божьих программах участвую в божьем теле на которой мы приготавливаемся чтобы совершать божье дело на этой земле во имя иисуса имеете возможности участвовать в божьих делах на этой земле во имя иисуса господь слава и хвала тебе спасибо тебе что кого-то ты переводишь господь в этот момент во имя иисуса христа и делаешь этим проводником проводником финансов во имя иисуса христа а ну и что его сердце приготовлено пусть наши сердца будут приготовлены чтобы не цеплялись не цеплялись за финансов за этим за то что принадлежит тебе господь за эти десятины чтобы мы не съедали но отдавали господу то что принадлежит ему во имя иисуса христа господь я молюсь за все эти нужды во имя иисуса яви свою славу и свои чудеса господь в этих жизнях во имя иисуса во имя иисуса христа твою милость и твою благодать во имя иисуса выселение в решении этих вопросов я благодарю тебя господь за ответы каждую судьбу во имя иисуса христа слава и хвала тебе господь спасибо тебе иисус за отвеченные молитвы спасибо тебе господь за решение всех этих вопросов во имя иисуса халлилуйя 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 амэн халлилуйя у нас это завершение года размышляй молись не думая один раз и все произошло открывай свое сердце проси бога чтобы он помогал открываться ему чтобы входить следующий год уже с идеями уже с какими-то целями божьими участвую в божьих программах в божьих делах на этой земле амэн халлилуйя пусть бог благословит каждого из вас люблю вас благословляю каждого человека вот такие все родные пусть всех вот всех всех покроет божья благодать божья милость во имя иисуса христа и пусть ответы от господа приходят в каждую жизнь амэн спасибо вам драгоценные вы классные вы божьи люди вы божьи люди пусть бог по особенному благословит вас в завершении этого года и начале следующего года амэн халлилуйя амэн